Вот моя клетчатая сумка, её ни с чем не перепутаешь и коробка из-под велосипеда, вот это мой автобус, на нём я еду уже в Лас-Вегас, а тут у меня самолёт, стоимость стоит у меня 41 доллар за меня, за велосипед, сумка бесплатная, велосипед не габарит, 39 отдал. Вот Лас-Вегас, вот он весь светится, нашёл такси, за 20 долларов до аэропорта, здесь недалеко, но велосипед решили маленькую засунуть, долго не могли справиться с сиденьем, нашли человека, который нам помог опустить сиденье. Сам из Лас-Вегас я увидел только сбоку, из окна своего такси, но в аэропорту есть казино, настолько огромный аэропорт, что внутри ходят вагончики метро, беспилотные, приближается время посадки уже, мне сейчас предстоит сутки полёта, тремя самолётами, всё вот объединилась посадкой на рейс, самолёт, все идут и я иду одним из последних, я когда проходил регистрацию, я заказал место в конце самолёта, возле окна, надеюсь, что самолёт будет полупустой и сейчас заходя последним, я буду идти через весь салон и оценив ситуацию, вдруг где-то будут свободные сиденья, так чтобы было там 3 вместе и я мог прилечь, так что вот такая вот подсказка, вдруг кому пригодится. На самом деле, мне сейчас в другой терминал ехать опять, это уже город Атланта, штат Джорджия, это уже через 4 часа будет посадка на мой самолёт уже до Перу и к моему терминалу надо ехать на поезде, на метро, но увидев эту красоту, я решил, что ещё время есть, я лучше погуляю. Паспортный контроль прошёл вообще без каких-либо вопросов, это супер, теперь осталось дождаться своего, своих вещей и придумать, где бы мне припарковаться так, чтобы меня не прогоняли. Так, где-то его пришибли, вот поэтому я здесь не сильно люблю летать, седло уже в бок торчит, я его кстати замком примотал, чтобы даже если кто-то захотел, чтобы его никто никогда не утащил и вот они повскрывали, потом свои заклеили, надеюсь, что он всё в порядке, хорошее, хотя чтобы было проверять, кинули на сканер и посмотрели. Понятно, рама, два колеса по бокам, багажник приснятый, крылья обязательно у меня сняты, подножку прикрутил, два эксцентрика снимаю, потому что колёса и так пробивают у меня коробку. Дали приключение, что тоже нигде не потерялись и сидушку, то что я говорил, вот замком пристёгнуто. Из Киева до сюда 7 самолётов, представляете, и потом вот откроешь его в Лиме и не будет седла, и кому что скажешь, никому ничего. Процесс сборки кипит, всё у меня идёт сейчас хорошо, кстати ещё когда езжу, я снимаю с одного колеса, но это заднего, у меня там легко, диск и прикручиваю, так как тяжело, тяжелее снимается, надо специальный ключ на переднем колесе, только к нему прикручиваю тормозной диск задний. Да, мне говорят, что нельзя его трогать жирными руками, основа от скотча, ничего страшного, тормозит. Тормозные колодки сейчас мне надо будет сразу поменять и там и там, и внимание, новая передняя звезда, да, у меня стоит планетарка, 14 передач, я могу ими только переключаться, но я могу менять то усилие, которое я передаю от педалей к этой втулке, его я могу менять, у меня сейчас стоит сзади 19 и стояло 19 звезда на 19 зубчиков, а впереди сейчас стоит на 50, я меняю на 42, ну и с этим мне надо менять ещё ремень, два ремня купил, один с собой везу, второй будет запасной, хотя погорячился, у меня будет же этот запасной, этот же со звездой оставлю, этот на 122 зубчика ремень, этот на 115, по идее, как мне подсказали, должен совпасть, надеюсь, вот, ну сейчас тоже поменяю пока ещё, вот поставлю новую звезду и думаю, теперь я буду в горке ехать, прям отдыхая, попивая какой-нибудь сок и загорая под солнцем, шучу конечно, такого не будет, но всё равно чуть-чуть не будет. Давно многих мучает вопрос, как происходит натяжка ремня и вообще, как его поменять, вот этот разъём у меня снимается и ремень продевается, ну чтобы снять, поменять ремень, надо ещё снимать багажник, потому что он через эту штуку продевается. Сама каретка, сейчас вот и покажу её, вот, ну понятно, это стандартная штука, а вот эта, вот эксцентричная она, сама площадка, вот под каретку, под бочку, она большого размера и вот здесь вот эта история, сейчас откручу её и покажу. Сломалась, паритранспортировки, это я знаю. Всё, вот сейчас он почти максимально близко стоит к колесу, сейчас сделаем. Чуть-чуть перетянут, но я его сейчас ослаблю и всё, и ура, у меня новые звёзды, конечно я расстроен, что сломалась эта штука, случилось страшное, реально страшное и неприятное, вытекла у меня тормозная жидкость, вот реально, у меня есть что сказать и прокомментировать, но наверное лучше промолчу. Промолчу, потому что и тут и моя доля вины здесь тоже есть, без 22 ночи, у меня вот такие приключения, оно мне надо, я его собрал, начал я примерно в пол первого, да, а сейчас в 2.15, нормально, не так уж и долго. И сейчас самое такое, упаковать все эти вещи, потому что я же взял с собой в салон сумку с какими-то вещами, которые и подяжелее, которые можно брать, а теперь мне надо это всё в сумке повесить и распределить эти вещи. Всё, теперь точно всё, что меня возмущает, то что у меня сейчас сумки переполненные, но это всегда, я только начинаю, тут куча непонятных вещей, коробочек, оно всё со временем уйдёт, куда-то что-то повыбрасывается, что-то я ещё там, видно, лишнее захватил, но очень много, хотя у меня там ещё куртка есть, но обуви всего лишь 2 пары, это мои сандалии и ботинки, обычно у меня так даже бывает и 3, кроссовки, велообувь, ещё могут быть тапочки, буду ехать искать где-то ночлег, хотя сейчас поеду вон ещё карточку местную куплю, ежедневные публикации, надо быть на связи, но курс понятно, наверное заниженный, плюс ещё комиссию берут, пишут одно, на самом деле другое, хотел купить здесь карточку, но обалдел, какие цены. 10 долларов за активацию и 49 за 7 дней, ну вот запомнили цены 50, я говорю, что якобы безлимитные, я в этом сомневаюсь, я уже здесь нарывался на безлимит. Так, ну что, мест тут не очень много, но вот такое я себе набрал. Пусть весь мир подождёт. 6 утра, я уже выехал из аэропорта, еду на автовокзал, вот через такой район, то что я говорил, что надо переждать, а до сих пор ещё некоторые клубы приезжал, там пьяные люди выходят, а вот такие вот заборы, они закрывают свои кварталы, вот, ну и правда бегающие люди есть, на той стороне тоже закрыто. После Штатов, конечно, когда всё такое чистенько, аккуратненько, здесь прям такое ощущение, как будто апокалиптический я в фильм попал. И это Лима, столица Перу, здесь же просто на улицах, они машины ремонтируют. Сейчас буквально сяду на автобус, уеду в совсем другую часть Перу, где красота, природа, просто видна концентрация людей, маленькая и они не могут загадить всё вокруг там, я имею в виду на природе большие пространства, а здесь их много, поэтому сразу видно, это сигналят от такси, маршрутки, такси ездят по маршруту, сигналят людям, типа мы здесь едем. По-английски, ну да, я ж белый, всё точно, я ж сейчас буду. Вот так вот я и получаю приключения. Спасибо ребятам, что они крикнули, это конечно единичный случай, но когда изо дня в день у меня происходит, вот по много раз в день, в час и ежедневно, я надеюсь, теперь вы понимаете, почему я так болезненно реагирую на гринго. Это классно, когда ты там приехал туристом, тебя один раз назвали, ты улыбнулся, думаешь, класс, да, я гринго, я приехал в другую страну, прочувствовать на шкуре, что такое быть туристом, но нет, когда ты здесь полноценно живёшь, даже проездом, крутя педали, то это уже начинает доставать со временем. Я помню сюда ночью, когда приехал первый раз, тоже на автобусе, как раз на этот автовокзал, был удивлён движением, музыкой и количеством людей. Что такое автовокзал, это кстати не только в Латинской Америке, ещё в Азии я такое видел, это набор разных перевозчиков, да и у нас кстати похожая ситуация, они отличаются не только по направлениям, ну и в одно и то же направление могут идти несколько автобусных линий, может отличаться цена, комфортность и всё остальное, кормят, не кормят, но это такое, это понятно, это везде, ну и плюс стоят, ну просто может сейчас в воскресенье 6 утра рано, но вообще стоят люди при входе и спрашивают тебе куда, ты видишь Уарас, ну куда ты едешь, Уарас это название города, куда сейчас буду ехать и он говорит, иди в то окошко, иди в то, сразу они клиентоориентированные охотятся за клиентами, сами их выискивают и направляют именно к ним, чтобы делать себе какие-то кассы. 40 за меня и 10 за велосипед, это круто, это автобус, сколько мест и вот я типа сюда с панорамой буду сидеть. Так всё, оставил все сумочки, сейчас буду ехать в автобусе или 8 или 10 часов, в зависимости от того, куда я захочу поехать, если честно, я уже больше суток в пути, и естественно я там в уборные захожу, умываюсь, но всё равно чувствую, что я не самый свежий парень, сейчас пойдём посмотрим, как с меня ещё за перрон возьму, просто почему, если вы мне уже продаёте билеты, знаете, что я по-любому буду идти туда, не включить стоимость вот этого прохода в билет. 50 центов, грубо говоря. Это была только что рентгеновская лента, у меня в сумке здесь лежит нож, два ножа, тот оранжевый, смысл от этого я так и не понял, зачем он проверял вещи, если я зашёл с ножом. И в билете он говорит, пуэрто это перрон, ну ворота, ворота номер 8А, ребята, я уже тут всех по 80 раз спросил, внизу плюс ещё не написано наше направление, вот автобусная линия называется Рапидо, вот где здесь Рапида, вообще не то, ну ладно, всё, вот появилась моя надпись. Напомню, что я среди местных бульвер, ну что в нашей стране средний рост намного выше значительный, но посмотрите, какие здесь самые дешёвые автобусы. Человек лёг и ему до меня ещё доставать и доставать, тут уже вот такая подставка есть для ног. О, остановку сделали, так как Лима находится у подножья берега, то это 0 отметка, а я закончил своё путешествие на отметке 2,5, такая типичная столовая, баня, туалет, женский дамас, я там не был, я был только кабоерос, баня, мужской туалет, ну во-первых, что бросается во глаза, нет крыши, на фоне гор и папайи, вот, но красота в другом, как красиво они оборудовали каждую комнатку. Я взял с собой вещи от дождя, но я как-то себе представлял, что будет по-другому, что я хотя бы там прокачусь пару недель под солнышком, а потом только с дожды гонить, но нет, реальность немножко другая, слава богу всего лишь несколько кварталов ехать в гостиницу, да, взял гостиницу всю дорогу в автобусе, 9 часов ехали, я больше половины спал, отдохнули, как раз есть ряд вопросов, которых надо решить, гостиницу не могу найти и подошёл к местным, ну у меня номер то есть, говорю, позвоните, вам звонят, смеются, что я заблудился, а я-то у меня есть оффлайн карта, я загрузил туда, но адрес оказался некорректный, где-то не здесь они находятся. Знание языка местного, хоть парочки слов, оно конечно облегчает контакт. Шел на помощь колумбийский товарищ. Вот Альпа Майо, я стою под этим. Не тот, их тут несколько с одним и тем же названием, только это называется отель, а тот гост хаус, всё, будем ехать в новое место. Так, всё, тут даже есть специальная комната для велосипедов, говорит, что я первый велопутешественник у них, говорит мотоциклистов. Полотенце есть, туалетная бумага есть, с видом 12 долларов зато стоить. Теперь можно заняться парочку дел. Ну, со всем ребятам, у которых спрашивал первые, где находится гостиница, что самое интересное, раз здесь есть Wi-Fi, чего я больше сразу не спросил, я не знаю. Вот, ну и заказал севиче, там рыба будет, ну и пока я жду, они как обычно приносят кукурузу. Мне нравится, как они жарят, она похожа на поп-корн, но не взрывается. Это называется простое севиче, тут только рыба, свежая, только рыба. Сверху зелень, это жареные всякие тоже рыбные штучки, и вот это называется молоко дракона. Я ел, конечно, в другом месте, там было побогаче, больше молока, чем самого дракона, вообще пусто. Ёлки-палки, это не тот коктейль, что ел я, конечно. Перекусил, стало легче и как-то аж распогодилось, ну и не потому, что я паял, а потому, что пришёл к этому срок, и пооткрывались горы, а я только ходил, и даже вон снежные вершины, а я только ходил и думал, как я в прошлом году, когда здесь была хорошая погода, а сейчас нарвался на холодную дождливую, а нет. Телефонным номером я сегодня не разобрался в воскресенье, что не работает, плюс я ещё живу, немножко лень идти в центр, но я хотя уже купил порошок стиральный, купил шампунь, купил мыло, сейчас пойду, буду пахнуть лучше нового. Сейчас иду в гостиницу, собрались ещё файлы, которые надо выгрузить на облако. Займусь пока этим, взяла и переберу вещи, что велосипед Сарно ведёт себя не очень, ну я ещё не распределил вес правильно и на поворотах он немножко играет, ну я займусь этим процессом. Прям официально-официальное начало моего очередного велопутешествия по Южной Америке, я закончил поршу раз именно в этом городе, город называется Уарас, тут рядышком национальные парки, отсюда я брал автобус, ехал в Лиму и с Лимы вылетал, сейчас в обратном порядке, прилетел в Риму, взял автобус, приехал сюда, провёл одну ночь в гостинице и что интересно, сейчас я возвращаюсь в ту сторону, которую я уже проезжал в прошлом году, но я посмотрел этот маршрут, я уже проезжал два раза, на автобусе правда и ну интересный конечно, но хочу попробовать сейчас опроменчиво, поехать через перевал и ехать эти же горы, национальный парк с другой стороны, всё как бы классно, но я уже нахожусь на высоте чуть выше 3000 метров над уровнем моря, когда начинаю что-то делать, чувствую, что начинает появляться одышка очень быстро, скоро, ещё другая новость, Джильмер с отцом Марка, Джильмер приглашал меня в гости, ждал в Лиме, я прилетел с жёстким диском, но когда я уже, ну я ж до этого был, а когда уже сообщил ему дату приезда, он говорит, тебе надо меня ждать два дня, потому что я прилетел второго ночи, ну считайте третьего, а он пятого возвращается, завтра, ну нет так нет, у меня тем более была цель заезда, это реально я думал, что в Лиме, там ныне ночью, утром приеду, чтобы отдохнуть, у Джильмера остановиться надо ночью, а так, нет, но жёсткий диск повезу, может повезёт кого-то другого встретить, кому он пригодится, я его подарю. Можно поздравить меня с почином, я снимаю на новую камеру, купил в Sony FDR-X3000, такая же, как у меня в прошлом путешествии была, но сделал оскол там и вот купил новую, но всё, теперь еду с двумя камерами, снимаю на эту, потому что это хорошая линза. Приехал я в Лиму, надеваем нашу панамку из Коста-Ики, давно я её не надевал, и вот следим за светофором, зелёный горит, вроде бы ничто не предвещает никакому событию, загорается у нас красный, и с пешеходами выходят ребята с плакатом и рекламируют там что-то, детям предлагают, видно обучение. Вот так вот всё простенько вышли, сделали рекламу, свадьбы или что это. Центр для престарелых. Сегодня понедельник, написано дом для престарелых. Больше здоровья для перуанцев. Вот наконец он добрался до центра. Сейчас мы всё узнаём за пакеты, ценки и расценки, у меня аж прям интересна разница с аэропортом и здесь. Ну всё, тут конечно они мне не сказали, не говорят, что у них есть безлимитный, тариф его нет, есть лимитный, но за 3 доллара я беру гигабайт информации, при этом безлимитный, у меня без ограничений мессенджеры, это ватсап, мессенджер, вот они безлимитные, на протяжении 10 дней, я считаю, что это намного лучше, чем то за 60 долларов. Ещё им трудно конечно на моей фамилии, они мне сейчас по-любому напишут не верен, а бепих, это делают постоянно, потому что на украинском написано верен, они читают латинские, как латинские буквы и получается бепих. Номер получил, интернет есть уже работает, сейчас вопрос ещё закрою с флягодержателем на велосипед поломанным и выезжаю. Нравится мне, какие здесь в Перу делают скамейки, они конечно не везде, но в некоторых посёлках что-то подобное я видел, один раз, это второй раз, дело магазины тут закрыты до обеда, встретил местного парнягу, говорю, покажи, где можно купить флягодержатель, вот такое вот место красивое и стоит 3 доллара. За неимением другого возьмём такую, но всё, отремонтировался, сзади видно красивые вершины, прошлый флягодержатель со мной аж из Канады, да-да, я его в Канаде купил, White Horse в городе, аж до сюда доехал. Впереди перекрытая дорога, это частое явление, что так вот только вот продают, всё равно пробочка сейчас будет. Один из ярких примеров, когда человек видит другого велопутешествия, он не может проехать мимо, ну вот есть такая международная практика, может дома у кого-то так и не принято, но вот реально везде так. Итальяне засмущался. Испугался, к нему просто подошёл человек и говорит, дай мне денег. И вот по кругу все стоят, смотрят и чем это разрешится, но они что не знают, кто перед ними. Нет, тоже я просто, это один конкретный, вот там ребята сидели нормально, этот подошёл, но это такая мелочь, но она неприятная, и вот дай среди, с какого количества людей встретил, все были приятные, отзывчивые, да, там помогали, конечно да, такие встречаются и по ним прям хочется сделать вывод, прям про всё перу и кричать, что вот перуанцы, вот такие-такие, нет, это конечно единичный случай, жаль, что он имеет место быть, еду и думаю, ну вот конкретно этот человек, который был, вот он же, можно сказать, не сильно цивилизованный, там с образованием сомнительно, со многими вещами там сомнительно, но где-то же он услышал, узнал и запомнил, что можно потребовать деньги за фото-видеосъёмку, вопрос, как вы относитесь к тому, когда вас кто-то снимает, скажу по себе, что несколько лет назад я отворачивался, думаю мало ли куда, потом меня хоть узнают, а вдруг или что, а вот я стану известным, а здесь я в Никлиже как-то выгляжу, ну такое, сейчас перестал, потому что мне стала нравиться та мысль, которая однажды меня посетила, что, как это прекрасно, стать частью чьей-то истории. Я здесь был полгода назад, те, кто видели прошлое путешествие, кто помнит, что-то я здесь бегал вечером, когда темнело, решил сделать крутой маршрут, сейчас пойду в баньку, за сегодня проехал 33 километра по горам, это конечно с непривычки с гружённым велосипедом, ещё то приключение, а завтра собираюсь ехать через хороший перевал с набором, плюс 2000 метров набора надо набрать, выше 4 будет, это впервые, когда я начинаю путешествие, но с такой жёсткой местности рельефной, обычно по прямой там недельку проехался, втянулся и всё, посёлок рядом называется Маркара, Уарас большой, потом Маркара поменьше и это Чанкас. Это как сауны, это вот разные сауны с разным температурным режимом, я конечно хочу идти в самую горячую, это 3-я, 54 градуса, значит туда, куда я хочу идти в сауна, 8, это чуть больше 2 долларов, это бассейн с термальной водой, чуть-чуть больше 1,20-1,30, это тот же самый бассейн с термальной водой и с травками, 3 доллара, я туда идти не буду, Песина это бассейн, 60 центов, а вот для взрослых это для детей, а Ниньос это для взрослых чуть больше 1,30, вода здесь горячая термальная, прям с вершины идёт, поэтому излишне сливают, просто так тикут, люди выходят. Музыка Принял я процедуры банные, можно так сказать, что радует, то что это в пещере, это натурально, это что-то интересное, 56 градусов кажется, это не сильно жарко, высота то, что 2800 метров над уровнем моря, очень радует это, особый шарм идти в сауну на такой высоте, не могу сказать, что сильно отдохнул и расслабился, потому что ещё не понял, насколько я устал, у меня сейчас голова занята тем, чтобы ехать, я думаю, силю ли я это так быстро, перевал, как я хочу. Самое интересное как раз начинается сейчас, начинаю таки понимать, что я в другой стране. Так, я ночевал в прошлом году, вот где-то вот в этих будках, а дальше вот там где люди, но здесь связь не ловит, ну вот сзади есть полянка, я здесь в будках ночевал, потому что шёл дождь, но нет, мне нужна связь, хотя бы уже пора сделать первую публикацию с велосипедом в инстаграме, да-да, кстати, видео на ютубе немного отстаёт от моего реального местонахождения, буквально чуть-чуть, в этом году мы прям вообще дышим мне в спину и сообщаю, оказывается не все знают, у меня есть инстаграм, у меня есть фейсбук и у меня есть телеграм, в телеграме даже есть чат, ну потому что есть канал, где только публикации и есть чат, где можно общаться, задавать вопросы, отвечать, комментировать, всё что угодно, так что добро пожаловать, точно так Руслан Верин. Субтитры сделал DimaTorzok